Доброго здоровьица! Читаю ваши комментарии на канале и плохо, очень плохо работаете. А именно, на одну и ту же тему имеется масса видосов. Их не читают. Даже свежие не читают. Вот начнем с Макс Картоф. Написала 4 часа назад на молочном вегетарианстве и так далее. Я страдаю депрессией от отравления организма от превышения нормы 8 раз гомеопатии, БАДов, омега-3. Пила всего 2,5 года. Нечистый меня попутал. Ну, знаете, за это время уже должно что-то создаться. Как они работают, не работают. Может случиться так, что сначала вроде как они начинают работать и человек думает, что они и дальше будут работать. Но вот это вот особенность приема различных вот этих каких-то добавок, я так скажу, они вроде бы где-то в начале что-то там делают. И человек думает, ага, разделали, и дальше будет. А дальше, дальше. И увеличивают нормы. А дальше просто-напросто. Да. И еще что можно сказать. Что можно сказать. И сказать самое главное, я несколько, можно так сказать, с лупой, я несколько как бы сказать, запутался, оговорился и так далее. Вот смотрите, от превышения нормы 8 раз гомеопатии, БАДов, омега-3, ну то есть всего-всего-всего. Вот мы как-то думаем, что вот эти вот лекарства, они содержат энергию, которая, как бы сказать, встраивается в нас. Я склонен считать, что кое-что может так действовать, может действовать. Встраивается в нас, и как бы сказать, у нас энергетический уровень возрастает, и мы лучше себя чувствуем. Лучше себя чувствуем. Но! Есть такая особенность, ну допустим, особенно это ясно видно на наркотиках. Человек, который принимает наркотики, вот в начале он начал, он чувствует себя прекрасно, великолепно, вот мне как один рассказывал, а ты знаешь, что такое, допустим, там героина, там принять? Да ты будешь там летать сколько-то там дней и так далее, и тому подобное. А дальше, а дальше, за этим начинается упадок, яма, начинается вот именно депрессняк. Вот отчего здесь получился депрессняк. Он получился из-за того, что вот эти нормы 8 раз, БАДы, гомеопатия, омега там 3 и так далее, все это, они просто-напросто сработали так, что то, что у женщины было в организме, ее естественный энергетический запас, они его как бы быстренько выжгли. Это очень важно понимать, что делают вот эти все препараты, которые стимулируют нашу активность. Они нам ничего не добавляют, они просто заставляют, знаете, как вот этот хлыст, такой бас, тебя такая, по спиняке, так орели, и ты как побежал, но сколько можно бежать, тебе просто-напросто забили, ты упал, и все, загнали. Так точно вот эти все препараты могут загнать человека, о чем я вам и говорю, и стараюсь использовать такие, допустим, БАДы и прочие там витаминные комплексы, которые, которые добавляют, это проросшая пшеница, это свежевыжатые соки, они ДОБАВЛЯЮТ, то есть не вынимают то, что у вас там было, и используют, и вы чувствуете, ага, вот, вот я, то есть вот так вот действуют наркотики, и вот так вот действуют вот эти вот препаратики, они вам действительно добавляют сверх того, что у вас имеется, а эти, они вычерпивают то, что у вас имеется, ничего не добавляют, и в результате, в результате человек впадает в депрессию, понимаете, он впал в депрессию, потому что они его высосали, высосали, все, энергетически высосали, и все, и вот тут говорят, я убила свои нервы, организм получил токсический там, стресс, у меня начались сильные боли в животе, то есть все эти, естественно, препараты, они как-то действуют нах, почему боли в животе, от пророчей пшеницы нету, от свежевыжатых соков нету, в спине, в голове, то есть психосоматика, а не депрессия в общепризнанном понимании, то есть все вот это вот наводняет организм, и начинает как-то действовать, ну, вот таким вот образом, вот как описано, что я там буду придумывать, я читаю то, что мне прислали, то есть думайте, смотрите канал, смотрите мою целебную кулинарию, я как раз рассказываю о вещах, которые действительно вас питают, целебная кулинария, а не просто кулинария, которая, знаете, вот только раз вы там сбросили 20 килограмм, потом, а, все нормально, все хорошо, а потом через 2-3 месяца набрали 40, и вообще, вот что получается, так, далее, мне антидепрессанты снимают боль, надежда только на чистку печени, у меня самое большое камнеобразование, у меня описторхоз, описторхоз, это уже говорит, смотря как он у вас размножился, описторхоз, мы много там говорили о борьбе с паразитами, можете посмотреть, можете почитать, есть и книжечка про то, как с паразитами бороться, она выставлена бесплатно, кстати, я скоро уберу все эти бесплатные книжечки, и сделаю их платными, потому что не бесплатно они хотят читать, никак не хотят читать, более того, я постараюсь их надиктовать, лень свою так вот, выброшу, надиктовать, чтобы вы слушали, но это уже моя будет работа, а не ваша работа, как? Камни образования, я молодо выглажу благодаря очисткам, знаете, иногда человек вот, постоянно чистится, и он, как бы сказать, не знает, а как, хотя я многократно говорю, что надо все это дело закрепить, 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 правильным ведением здорового образа жизни, и рассказанием на прогулках, да и так, нет вы, и что вы будете только надеяться на чистки, это неправильно, это тоже неправильно, чистки надо делать только профилактически, два раза в году, если вы уже заранее почистили, последний раз чистилось в шестнадцатом году восемь раз, два раза спарено, думаю, сейчас у меня немного камней, так вот смотрите, немного камней, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, если человек не меняет своего образа жизни, он одни, будем говорить, выгнал там чистку и печени, через какое-то время они у него опять образовались, то есть образовались из-за того, что он не меняет свой образ жизни, значит, я хочу вывести токсины, я хочу вывести токсины, а я как раз в видео про голоди на дистиллированной воде и сказал, вот в данном случае, когда имеется, значит, токсическая загрузка разного рода там лекарственными веществами, гомеопатией, БАДами и прочими, чтобы это все очистить, вот тут-то и подойдет голодание на дистиллированной воде, голодайте хотя бы раз в недельку, голодайте хотя бы три дня в дни икадаши, два-три дня, но на дистиллированной воде, чтобы она быстрее все это вымывала, и примерно месяца три пройдет, вы прекрасно вымоете свой организм, а если вы будете еще использовать дистиллированную воду талую, в которой еще лед плавает, да она еще быстрее освободит вас от всякого вот этого бремени, так, я хочу вывести токсины, значит, вот на это я уже ответил, как избавиться от этого, ничего лучше не работает, можно там парную применять, можно тосию, можно голодание работает лучше всего, регулярное голодание, будете раз в недельку голодать 24 часа, через полгода примерно у вас все это будет более-менее нормально, если вы еще добавите там хотя бы в месяц раз трое суток, значит, еще быстрее пойдет, благодаря вам я еще живу, у меня есть ваши книги, первые книги, я хотел раньше вам написать, неумело, сын помог, приехал, я не могу без чистки печени, жить нормально, это говорит о том, что вы вообще не понимаете, как вести здоровый образ жизни, в чем он заключается, чтобы у вас все работало нормально, еще разок скажу, если вы почистили печень, все нормально у вас, почувствовали себя, все отлично заработало, а дальше продолжаете ведение того же образа жизни, порочного, у вас месяца через ты, через полгода все опять так же и станет, поэтому здесь надо разум проявлять не в чистках дела, а в дело именно вот в образе жизни, с 37 лет все отклонения от нормального здоровья убирало до конца только так, 37 лет, о мою, 37 лет, вот и у меня практически на 30-ник больше, так грубо говоря, но я же сижу перед вами, особо я не маньяк вот этих вот чисток печени, еще чего-то, еще чего-то, как приема керосина, да, поделал и это курсом, а поделал и дальше придерживаешь того сего, но вот так надо, я же об этом говорю, это объясняю, по-другому не получилось, да потому что вы особо и не пытались, не получилось, у меня диагноз сосудистого поражения центральной нервной системы, да уберет это голодание, это сосудистого поражения центральной нервной системы, один врач написал, другой врач сказал, что из-за патогенеза организма вырабатывают простагландины, вызывающие боли и так далее, и тому подобное, можно написать и сказать вам все, что угодно, но если вы вот результат хотите, вот как я ощутить на себе, значит надо работать, работать над собой, чтобы действительно не было боли, боль оказывается одним из главных учителей, когда у тебя болит, у меня, я говорю, та же спина болела, да я искал методы, искал различные средства, я пробовал и так, и всякие, пятое, десятое, потому что болела постоянно, днем, вечером, ночью, утром, а сейчас, а сейчас не болить, так, так что надо делать, раньше натиралась и пила упалено до одной четверти урины, у меня кожа становилась лучше, значит от упаленной урины, да вообще от урины кожа, конечно, будет великолепная, но опять-таки это, знаете, вот вы пытаетесь вот что-то, каким-то средством решить свои проблемы, вы должны в голове ее решить и изменить свой образ жизни, а не то, что я натираюсь и все нормально, то есть голова тут не работает, хотя и это уже большое достижение для людей, надо, надо обдумать головой и меняться, сейчас за проблем таблеток не могу, я пью таблетки два года, скажите, пожалуйста, если я буду чистить печень, пить два года, естественно, там в желудок ляжет, и все ляжет, и сосуды, и везде боли начнутся, вы что делаете, скажите, пожалуйста, если я буду чистить печень, можно ли, когда я буду пить три дня только яблочный сок, пить антидепрессанты, я уже ответил, чистить печень и так далее, не печень чистить, а надо голодать на дистиллированной воде, чтобы вот это все вынуть, вымыть из себя, плюс изменить свое питание, салаты, каша, салаты, каша, свежевыжатые соки, каша, свежевыжатые соки, значит, продукты из моей целебной кулинарии, которые я показываю делать, как это делать, если я три дня не пью только сок, то чистка не получается, я чищусь полнолунию, применяю в ванной петра, скажите, пожалуйста, алюковое масло 200 грамм, не забьет ли сосуды, я в тупике, значит, я вам постарался вылезти из тупика и рассказал, что надо делать, голодать, менять питание, менять свое отношение к самому себе.